По прогнозам американских ученых уже в следующую субботу начнется глобальная катастрофа. Вспышки на солнце, геомагнитные бури и как следствие отключение всех систем жизнеобеспечения. И даже если на этот раз пронесет, то впереди еще 21 декабря и финал календаря мая. И пока одни надеются на счастливый конец света, другие к нему готовятся. Например, сыроеды, это сторонники сырого питания, настраиваются на переход в другое измерение. Портал туда, как выяснила такая жизнь, находится в горах Горячего Ключа. С его хранительницей встретилась Вера Рощинская. Годовалый Адриан с рождения йог и звезда интернета. История о том, как мама самостоятельно родила его на пляже Геленджика, взбудоражила и противников, и почитателей природного образа жизни. Вот, вот тут я родила моего любимого сына. Не в какую там в больницах, в лежачую, в такую, в позу лягушки села. Кристина убеждена, что так легко родить она смогла только благодаря сыроедению. Уже три года они с мужем питаются одними овощами, фруктами и орехами. Больше в их рационе нет ничего. Переход на сыроедение, на фруктоедение, ну, неважно, то есть здоровый образ жизни, меняет сознание. То есть, есть такое понятие, как осознанность. Вот оно, этот уровень осознанности, он очень сильно повышается. Николай угощает гостей сырыми блюдами. Готовить пищу в его семье не принято. Сыроедческие роллы, здесь, по сути, их от обычных роллов, оригинальных, японских, это отличает то, что вместо риса здесь, в данном случае, использованы перемолотые семечки, размоченные подсолнечником. Молодые супруги все время рассуждают о правильной пище, что нужно есть и как очищать организм, как думать о духовном и избавиться от похоти. Семья сыроедов переехала из Тамбова на пляж Геленджика. Здесь нет традиционной медицины и назойливых родственников, которые ругают природный стиль жизни. Отбиваться приходится только от продавцов кукурузы. Кукурузка, горячая, свежая. Спасибо вам. Спасибо вам сыроеды. Мы сыроеды, мы едим кукурузу. Если бы наша кукуруза была сырая, мы бы с удовольствием. Минимализм не только в еде. Быть сыроедов тоже предельно скромен. Вот погребочек. Малышу еще проще. Летом он не носит одежду, а обуви у него не было никогда. Ножки стали такими уже нечувствительными, как бы он ходит по камушкам, ему все равно. Краснодарец Александр Сальников хоть и живет в городе, также стремится к духовно-физическому очищению. Недавно он выбросил все средства личной гигиены. Они ему больше не нужны. Александр убежден, что благодаря сыроедению его тело перестало источать неприятные запахи. Можете меня понюхать? Можно, да? Да, конечно, конечно. Ну что, как? Да, почти нет. Почти нет, да? Сыроедом Александр стал несколько месяцев назад. Его холодильник теперь наполовину пуст. Посуда покрывается пылью. Это орешки, уже все съел практически. Вот, съем с медиком. Вот медик. Семечки тыквенные. А мне очень интересно, больше всего, что в кастрюльке. В кастрюльке там... В кастрюльке пустая. На ужин у Александра помидоры и лук. Солью он не пользуется принципиально. Помидорчиком закусывать просто прилично. Без соли. Соль убивает все рецепторы в арту, поэтому вы не чувствуете этого блаженного вкуса. Как все сыроеды, Александр верит, что овощи могут заменить белок, который содержится в мясе. Мышки и мясо это вообще никакого сравнения. На пикнике в одном из парков Краснодара сыроеды делятся положительным опытом, как избавиться от вредной привычки есть. Еда это тот продукт, который у человека вызывает какие-то эмоции, эйфорию. То есть ему это нравится. Соответственно, можно провести аналогию с наркотиком. Не у всех этот опыт вызвал желаемый результат. Студентка Анжелика честно пыталась избежать кулинарной зависимости, но на сырых продуктах смогла продержаться лишь месяц, когда ее вес упал до 38 килограммов. Вот когда я пришла на сыроение, там действительно вес резко упал. Ну вот за месяц буквально слетело 9 килограмм. То есть для меня это было очень много, я просто испугалась и поэтому вернулась к вегетарианству. На пути к полному очищению организма некоторые идут гораздо дальше, чем просто сыроедением. Наиболее совершенным состоянием считается переход на одни фрукты, затем на соки, ну а наивысшее достижение это питание космической энергией. Сыроеды верят, что человек может полностью отказаться от еды, воды и питаться только одними лучами, как это батарея. Таких людей сторонники сырого питания называют солнцеедами. Они вполне серьезно утверждают, что питаются исключительно энергией небесного светила. Самая известная в России солнцеедка носит говорящую мясную фамилию Баранова и живет в горах Горячего Ключа. Сыроеды всего мира почитают ее за гуру. Пенсионерка якобы живет без еды и воды целых 12 лет. По крайней мере так утверждала Баранова. Зинаида активно пропагандировала солнцеедение. Послушать паранормальные истории съезжали сотни людей. Журналисты и медики сомневались в правдивости ее слов и предлагали пройти медицинское обследование, но она отказалась. Несмотря на внушительный срок голодания, Зинаида со временем заметно поправилась. Такие вот одежды вынуждена носить на резинку, которая то уже, то пошире, чтобы помещаться. Загадочные рассказы про неведомые переходы в другое измерение делают Баранову фигурой таинственной и манящей. Монитарное событие грядет, очень скоро, очень скоро к нам оно придет. Странные песни и заявления Барановой всегда привлекали к ней внимание журналистов. Интервью с ней показали не только центральные российские, но и зарубежные каналы. Последние годы проповедница солнечного питания интервью не дает. Живет затворницей, посетителей почти не принимает. По телефону поясняет, что находится в процессе перехода в другое измерение. Ждет конца света. Как выжить после апокалипсиса? С этим вопросом краснодарские сыроеды отправляются к Барановой. В сумерках они ищут перестанище солнцеедки. После некоторых колебаний хозяйка впускает незваных гостей в дом. В нем все окутано тайной. Тускло светит лампочка и подозрительно пахнет яблоками. Уже сейчас идет активная подготовка. Четыре года назад началась подготовка перехода. А более активная в декабре. На полу схематическое изображение конца света. Баранова подробно нарисовала, как земля поглотит человечество. Однако Баранова успокаивают. Все умрут, а сыроеды останутся. Их желудки чище, чем у других людей. А значит, больше шансов попасть в портал для перехода в другое измерение. Который, кстати, здесь совсем рядом. Я просто здесь смотритель портала. Про портал это была очень сильно сногсшибательная информация. Просто то, что он здесь находится действительно рядом. Вы теперь не боитесь конца света? Да, да, не боюсь. Александр возвращается в Краснодар с решительным настроем перейти на солнечное питание. Но по дороге находит яблоки. Представляете? Чистая правда. Солнечко взросло. Никаких гадов, ничего. Вера Рощинская, Самир Гачаев, Владимир Брагин, Олег Перминов. Такая жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...